Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наш курс изучения семи важнейших заповедей отношений между Творением и Творцом, между людьми и нашим любимым Отцом, что на небесах. И наши уроки посвящаются для возвышения души Светлана Батьяков, Юрия Бен Тихон, Людмила Бат Митрофан, Иван Бен Алексей, Хажмурак Бен Айсай. Пускай души покоятся с миром, с душами великих праведников. Итак, сегодняшняя заповедь, сегодняшний запрет, это базовый запрет, который каждый из нас должен выполнять. Не убей! Всевышний, великий наш Творец дал каждому из нас ограниченное количество времени в этом материальном мире. Именно в этом мире мы можем создавать, творить, мы можем делать важные заповеди, чтобы приближаться к Творцу. Потом, в будущем мире мы будем находиться бесконечно долго, целую вечность. Но только здесь мы можем что-то изменить, набирать вот эти духовные баллы, создавать духовную энергию, чтобы быть в райском саду с нашим великим Творцом. Запрещено! Это просто ужасный грех убивать человека. Всевышний дал каждому из нас ограниченное количество времени. Мы знаем по Торе, что мы уже были в этом мире, каждый из нас уже много воплощений. Мы знаем, что Тора поддерживает вот это понимание реинкарнации. Мы здесь с вами уже были по сотни раз, может быть. И мы приходим, чтобы что-то исправить, доработать то, что мы не успели доработать в предыдущей жизни. Как же ты, человек, приходишь, кого-то убиваешь, ему нужно что-то исправить. Вот этому человеку ты кто такой? Ты что, Творец Мироздания, чтобы забирать его из этого мира? Это вообще уму не постижило кого-то? Не дай Бог убивать. Каждому дал Всевышний какое-то определенное количество лет. Дай нам, Бог, каждому как можно больше лет в этом мире, чтобы мы могли создавать как можно больше добра, обучать людей, вдохновлять людей, строить семью, урожать детей, чтобы как можно больше людей приближали к Творцу. Не убей, говорит нам Тора. Не смей, не смей забирать у кого-то воды в жизни, ускорять его уход из этого мира. Талмуд говорит, кто такой, чтобы кого-то убивать? Разве твоя кровь краснее, чем кровь твоей жертвы? Не дай Бог. К сожалению, мы видим в истории, что уже второе поколение Каин, брат, убивает родного брата. Это заложено в нас. Это очень-очень опасно. И нужно остерегаться этого ужасного, страшного запрета. Не убей. Вы мне скажете, ну слушайте, ну в наше время, мы же не живем в средние века, но люди не убивают людей налево и направо, как это касается меня. Говорят нам наши мудрецы, конечно, слава Богу, грубые убийства, ну сегодня они практически не актуальны для простых людей. Мы не ходим, не убиваем, нам тогда перешел дорогу, убили. Нет, такого, слава Богу, сегодня нет. Но говорит нам Тора, есть более тонкая форма убийства. Если человек кого-то публично унижает, оскорбляет так, что он покраснел, побелел от стыда, это форма убийства. Когда начальник отчитывает своего подчиненного перед всеми. Когда родитель унижает своего ребенка перед другими людьми. Когда каждый из нас унижает кого-то публично. Кассира за то, что он неправильно нам посчитал что-то в магазине. Банкира за то, что мы долго ждем в очереди в банке. И этот человек краснеет или белеет от стыда. Говорят нам наши мудрецы, это форма убийства. Не дай Бог. Каждый из нас понимает, что нельзя убивать. Но мы должны еще понимать, что нельзя унижать человека. Когда мы кого-то унижаем, это приравнивается к убийству. Говорит нам Толмут, что Всевышний всегда прощает грешников. Но тот, кто унижает кого-то публично, ему нет места в райском саду. Всевышний не хочет и не может быть с таким человеком в контакте. Не дай Бог кого-то убивать. Не дай Бог кого-то публично унижать. Это самые страшные преступления перед Творцом. И дай нам Бог соблюдать вот эти правила. Не убей. Понятно, мы, ну, вроде бы мы никого не убиваем. Но кого-то унизить более социально слабого, от нас зависимого человека, это грех, который может, не дай Бог, сделать каждый из нас. И нужно его очень сильно остерегаться. Нельзя унижать людей публично. Давайте вместе продолжать изучать законы и заповеди, правильные поступки, как быть близким к Творцу, чтобы мы могли иметь максимальный контакт с источником жизни, с Великим Творцом миростания.